Всем привет! Недавно мне в ленте попался пост с вот этим вот мемом. Я тогда подумала, боже, какая же за... Для меня это максимально актуальная тема. Будет интересно зайти в комментарии и посмотреть, что думают люди на этот счет. Захожу, значит, в комментарии, а там срач на 100 сообщений. Хотя, казалось бы, простой мем на тему сравнения персонажей. А какой шум, кое-кто написал, что люди, которые обижаются на такое, просто нытики. Ну сравнили и сравнили, чё бубнить-то. Далее будет идти сугубо мое мнение, ну и это нормально, что оно может не совпадать с вашим. Но от лица всех нытиков хочу объяснить, почему нам это не нравится. С вступлением всё, так что погнали! Вот сидите вы несколько дней, а может даже недель, старательно продумываете персонажей. Делаете дизайн, прописываете оригинальную историю. Потом идёте, выкладываете в паблик и видите первый комментарий. А он звучит как похож на персонажный, но и как на это реагировать. Что сказать? Я вот знаю персонажа, у которого два глаза. Пойду писать всем про это. Такие комментарии, ну просто неуместны. А когда это уже происходит не в первый раз, это начинает раздражать. Но ведь это комплимент. Да в каком месте? Может мне этот персонаж на им вообще не нравится. А может я его вообще не знаю. Если люди видят в нём популярного персонажа, значит он им понравился. Но не знаю, я старательно делал своего персонажа. А вы сравнили его с каким-то другим. Ну, в лучшем случае я никак не отреагирую, потому что... А что сказать-то? Невозможно создать что-то непохожее. Люди уже всё придумали. Ну да, это так. Но когда ты делаешь что-то сам, опираясь только на свои вкусы, а не на других персонажей, можно сказать, что ты уже сделал что-то своё и оригинальное. Да и чаще всего, когда кто-то пишет, что твой персонаж похож, их сравнивают только внешне. Ну а меня это не задевает, живу же спокойно. Ты просто нытик такой. Эх, хотелось бы мне сказать, что эту фразу я придумал ради видео, но нет. Такое тоже отвечает. Отлично, тогда пиши это таким же спокойным, и не пиши это в комменты людям, которые не хотят это видеть. Если человек адекватный, то на этом всё и закончится. Ну, ребят, это тима абсурдная. Я говорить про неё не буду много, но когда человек действительно сплагиатил персонаж, это видно. Такое надо решать. Но ради бога, не обвиняйте кого-то в плагиате без доказательств. Ну и конечно, цвет волос и глаз похож. Это не плагиат. Знакомьтесь с Вёлой, или же, как мне любят другие писать, это что, Пинки Пай? Первые пару раз было забавно, потом надоело. Как-то я не выдержала и спросила, зачем это Пинки Пай? А мне ответили, ну розовые кудри, глаза голубые как бы. Да я вообще не сравнивал, я просто вспомнил. Ну хз-чил. Мне-то моего соседа бомжа напомнил, но я не сравнил, конечно, а вспомнил. Ладно, это я футурирую, я так не ответила. Я делаю этого персонажа, основываясь на своих вкусах, а не потому, что люблю смотреть цветных лошадей. Было очень странно услышать такое, как минимум потому, что выглядело так, словно человек хотел сказать что-то вроде, ты не сам его придумал, а взял за основу готовый дизайн. Хотя всё было вообще не так. Кстати, на том арте ещё и Брис был рядом, и цитата, ну тут рядом Рейнбол, так что точно похоже. Моя шапу летела на луну после этого. Но спасибо, это как-то часть людей, которые смотрят не только на цвет волос. В общем, цвета у художников ограничены, невозможно сделать что-то новое, но даже если внешность отдалённо вам кого-то напоминает, это не значит, что стоит так писать. Главное в персонажах, это их история, которая отразилась на их внешнем виде. Ну, это в идеале, конечно. Поэтому даже если вы встретите кондистера с розовыми кудрями, это не значит, что будет корректно указать на этот факт. Лично я считаю, что художник в своём паблике волен устанавливать некоторые правила, так что если он не хочет видеть подобные комментарии, а вы любите их писать, то лучше не пишите. Зачем вы им убежать или злить человека? Ну, только если вы не трор какой-то, тогда все вопросы отпадут. В общем, всем спасибо за внимание. Можете поделиться своим мнением, мне было бы интересно узнать его. Я постаралась привести контраргумент на те комментарии, которые я увидела там. Но если я что-то пропустила, смело пишите. Всем спасибо и до следующих встреч.